привет всем вы на канале просто детки и у нас продолжение обзора острова затерянного океане я не знаю сколько дней там сколько раз заходил игру чтобы вот собрать для мака необходимые ресурсы осталась последняя шкура как бы я спущусь уже и заберу она только кажется там чтобы так быстро набить этих необходимые ресурсы вот как касается до дела они там раз не знаю полчаса откатываются эти гены вас компьютер аж не будешь постоянно находиться поэтому вот меня три-четыре мне это заняло но теперь все в порядке все вот есть давайте ему отдадим и посмотрим что же будет дальше материалы на месте давайте строить не так быстро ковбой а как ты собираешься сооружать лесопилку без пилы черт я об этом не подумал я нашел на развалинах дисковую пилу почистил ее и наточил вот теперь она пригодится а держи вот теперь можно начинать строить много текста называется да сразу сказал строим да и все мне спела а приступим целая куча теперь вот энергии придется тратить но пока никак улучшить себе молоток я не могу не хватает там какие-то детали в общем по-моему да пока он там строит могу еще раз глянуть не-не-не а это кирка стоп не не кирка интересует меня молоток интересует да вот эти вот тунговое масло меня нет и в общем те железяки когда они появятся наверно еще не скоро а готова а неплохо вышло думаю со временем ее можно будет немного улучшить и тогда будет вообще супер а как новенькая поздравляю вы получили производство жердей первого уровня теперь вы можете добывать немного жердей на ферме и 1107 опыта получил круто что для этого нужно а вот они уже три штуки готовы да а чтобы улучшить ее ну а первых чертежи нужны так что же дальше и уровень отлично вовремя потому что вот энергию потратил а теперь ее и восстановил золотая пальма мне не нужна и так справляюсь те наш улов вот он кстати пока я собирал эти ресурсы по продавался уже почти 60 тысяч жемчужин а ты что так что-то хотел улов а извини что не помог с фермой я сам работал над одной идеей я все думаю о ребятах а плот мы уже обкатали он выдержит не один десяток рейсов до корабля и обратно а вот привезу я их всех на берег и где мне их разместить не класть штабелями на песок да они лучшая идея а думаю построить укрытие небольшое такое чтобы защищала от дождя и солнца а поможешь с материалами да конечно как раз можно будет использовать палки с лесопилки так нам за три минуты нужно собрать жерди в общем все то есть да просто что я не пойму так это глина хоть у меня и так же жердей хватает куда а зачем еще прям там с лесопилки их использовать единственное что может места не хватить я же не продал все лишнее с рюкзака придется как-то там решать этот вопрос в общем а может и хватит я то попродавал ведь лишнее показали перехода мне не нужны и этот колючки окей тростник продал там в общем все такое что пока не нужно так а вот и глина вот оказывается и места хватит еще теперь нужно так вот я получается добывал каучук вот этот вот а каждый по моему 95 монет стоит или сколько довольно таки неплохо если тут два дерева я вам быстро срубил этот каучук считай на 600 монет продал и так каждый раз когда за гены заходил если раньше там крабов продавал разных еще на старом острове там по 14 монет то здесь как бы вот пару секунд и его тебе 600 монет готова то есть довольно таки несложно зарабатывать монетки кому они нужны так осталось осталось вот и все из полторы минуты я принципе справился а благодарю подыщу хорошее местечко и начну строить а ну улов ты даешь я тебя не узнаю ухмыляется так ты меня особо и не знал мы по поступкам судили они потому что знаем не знаем да опять маг они меня загоняют я наверно продам пока лишнее вот это вот кстати вот видеть а по 85 каучук может для продал может он сейчас мне опять скажет такое же добыть но ничего котел на есть он же другом месте блин другом месте но недалеко а амелия софия недавно пробежали мимо а мне показалось что при них был ли какие-то сумки мне это не нравится а хорошо идем со мной разыщем их так для начала еще нужно стрел заказать у меня всего три стрелы о а там оказывается она на кабанчика стрелял это еще одно туда же отправлю что вот видите не зря кстати я этого не знал получил еще и два изумрудика но следующий уровень я уже наверно не получу 250 кабана мне просто лень будет их столько стрелять так том что уже уходим из лагеря а в чем дело а амелия и софия проходили мимо выглядели выглядели так как будто собрались в дальнюю дорогу а черт у меня плохое предчувствие идем тут можно выйти только в одном месте поэтому даже на карту не смотрю наверно вот мистер то мама в виде помоги что случилось где амелия сквозь слезы мы поднялись наверх пошли поле по лесу она нас напала скала она ударила маму помогите это как еще ударила где-то случилось а недалеко от камней перемещения или как вы их там называете мистер том спасите маму беги в лагере я найду твою маму и верну ее о том возьми несколько стрел на всякий случай раз уж ты пойдешь впереди хорошо спасибо маг всем стрел дал так но установить того чертижи разные начали появляться опять да жердей жердяй ладно так а где же там перемещение на карту не гляну а вот здесь да я что-то слышу что это за отвлеки его мы вытащим амелию хорошо эй иди ко мне обалдеть победите каменного гиганта эй гигант блин у меня ж еды нет ой блин я ж еду с собой не брал слушайте я у меня есть конечно чуть-чуть но этого может быть мало а блин а что он восстанавливается а да блин я не могу по нему стрелять мне не хватит стрел на него блин придется вернуться слушать не хватило стрел и спе за один раз это все сделал было хорошо хана до ладно мне из запас стрел на складе как бы еда есть на складе просто я этого не ожидал капец так еще склад как всегда же другом конце острова а вот так забираю стрелы в принципе не входило 20 стрел просто что я этот но отошел от него нельзя было отходить да но еды нужно взять допускай штук 5 возьму скоро придется еду делать опять так нужно продать свининку чтоб не мешалось так эти зелье защиты можно было выпить да кстати ни разу не пил может стоит все равно она мешает только место занимает думал давно его уже продать кстати сейчас так и сделаю интересно даже какой эффект будет так чуть не заблудился так подкреплюсь немного так обойду вокруг на удобную позицию ну жердяй так это в чем я блин а так у меня вообще не бьет слушайте это мне нравится тю я думал что там как-то она просто уменьшает урон оказывается вообще от она меня не бьет ну победил я его а вот кристалл какой-то получил да а каменное сердце магический кристалл еще и замрутик дали прикольно а тут теперь 8 этих каменных сердец да ого какой-то кристалл а что это за грохот похоже что одно из зданий обвалилась так все-таки здесь есть люди кроме нас ну о глава 11 хищная земля прикольно так ну пообщаемся быстро это глава прошла вообще а привет парень ты кто такой меня зовут том я выживший мы потерпели кораблекрушение очень приятно том я браден браден ленокс 20 лет назад браден был инженером механиком а в составе экспедиции ноймана лангета а с самого начала ему не понравился этот странный остров в общем не успел прочитать а ты живешь здесь если захотите на паузе прочитаете да здесь недалеко мой дом но после погрома который вы устроили с этим каменным гигантом вернуться домой будет непросто я сейчас собираюсь в наш лагерь узнать как там дела если хочешь идем со мной мои друзья будут рады а узнать что на острове нашлись люди идем том я тоже буду рад познакомиться с новыми людьми такой из азароши бородатый наверное давно ни с кем не общался так идем к маку так я получается и по этим могу ходить без защиты да прикольно ну ладно буду знать хотя так долго это зелье защиты делать мне как-то без него лучше хотя кстати наверное все таки нужно будет пару штук сделать там грибы вот эти собирать там еще что-то мак ты не поверишь я нашел одного местного жителя его зовут браден хм интересно а кстати где он я тут поднимите этот чертов подъемник том я спущу его сам а ты ступай в лагерь амелия ранена и ей нужна помощь понятно как раз отделя закончила действие свое зря я еду и запасался да кстати зелье полезная штука как оказалось экономия пищи да так я тратил пищу на войну а так одно зелье выпил и все кстати где амелия наверно пробежался нет том хорошо что ты пришел у меня новости я нашел человека его зовут браден он местный и живет здесь давно а так так амелия была права насчет людей а мы и не верили амелия ранена и без сознания том нам срочно нужны подручные средства чтобы оказать амелии первую помощь хорошо я принесу все что найду опять лианы ого стоп и же блин ладно надеюсь все уже откатилась по идее должно я долго воевал так начну начну пожалуй жердей да вот они а на обратном пути буду ли она искать так жердь каучук веревки брезент если здесь вдруг одна лиан на карте то я попал по идее это 2 должно быть хотя я просто не присматривался мне никогда не нужно было много я вот находил 3 рубил и все они смотрел какой не части карты возможно в разных в двух разных частях можно от найти две разных тихлианы так каучук как раз так еще 1 чертежик и здесь еще один каучук я вот точно знаю так а я не пропустил там неделя она случайно так уже наверняка пробегу нет лиан здесь нет блин так такое ощущение что они все таки одни на карте а мне их нужно 6 штук вот одни а других то я не помню где мне их брать может все таки еще есть не а блин вот это конечно вообще засада засада засадная где же мне брать лианы так зелье перемещения 2 штуки возьму может сверху там где то есть придется там же джунгли все таки по любому должны быть потому что обычно не дают такие задания которые нельзя выполнить своими силами единственное что конечно это все мне будет стоить жизней а вот да все есть отлично ладно так и быть раз начал использовать зелье перемещения использую его еще раз девушка в беде о не понял улов построил для спящих матросов шалаш как и собирался ну хоть меня не заставили да строить а спасибо том а мамочке правда станет лучше правда она игра на бодро не беспокойся софия вы мы ее вылечим я подумала может быть травы тетик руки помогут ей а это мысль я поговорю с ней а в пол голоса я не очень уверен но попробуй нормальные медикамента у нас все равно нет так ну где курука стоп там из своего шалаша этого нужно заказать еще стрел восполнить свои запасы так потом положу их на склад курука а могут ли твои травы лечить амелию том я не могу сказать ничего наверняка но я уже сама начинала собирать травы для лечения амелии а на моем складе нет всего что нужно можешь помочь конечно сейчас помогу ого кокосы блин ну а где дурман чаши две взять тоже сверху пять минут ладно побегаем так вот кстати змея здесь рядом так змейка колючка окей здесь вообще сбоку я помню так кокосы нужно искать их много поэтому нужно собирать не расслабляться не оставлять на потом так что то их не вижу пока вот нашлись так один грибочек нужно взять фиолетовый и вот тут дурман чаша должна быть вот по-любому сверху вторая тоже есть где-то там на локации а иначе быть не может так я ищу кокосы ищу все таки вот они так осталась дурман чаша и три кокоса где-то здесь дурман чаша была я не помню где я же сверху еще вообще ничего не выучил еще один чертежик а это что за куски нет я здесь пройти пока не могу глина кстати есть да так кокоса я тоже не вижу факелы вижу ну стоп а кокоса я увидел а дурман чашу нет блин кабан но ты не вовремя вообще не капельки не вовремя та уйти из меня и так тут я же помню дурман чашу или мне так хотелось чтобы она здесь была нет чеснок есть может там снизу быстро откатывается я уже все здесь излазил не знаю может я конечно слепой а вот все она же должна была здесь быть все точно ну конечно не и немного слепой я уже пробегал там не видел я не знакомая карта да уйдись ты кабан хочешь со мной туда вниз на шашлык пойдешь а спасибо попробую сварить зелье для амелии так а что теперь где джон внизу внизу а когда я отравился тогда на острое святилище меня несли на носилках и на них лежать было лучше чем просто на земле я подумал что для амелии нужно что-то похожее на лежак да ты прав а мне кажется что для лежака нужны доски жерди некоторые другие компоненты давай вместе собирать чтобы получилось быстрее хорошо вот шкура ну по идее опять 25 да берем задание выбора нет особо так опять пошел за жердями вот это то что на берегу лежит откатывается быстро а вот всякие там такие вещи типа там колючек окей там деревья они откатываются долго сегодня все время бегаю собираю 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 хорошо хорошо хоть запас этого но пищи есть можно не переживать так а я одно не учел и она могла не откатиться но она откатилась мне повезло так так шкура есть жердь есть веревка последняя бревно тоже последняя так ну и жердь последняя теперь нужно срубить вот здесь ладно я на обратном пути срублю так я опять не запомнил где здесь дерево не хочется сильно ходить там вот по всяким местам злачным но видимо придется или там в начале было дерево так думал чтоб уже не кушать а не получается да одежда здесь дерево должно ж оно быть вот блин опять я так его как то так придется покушать такая незнакомая карта еще и такие все декорации незнакомые вот эти вот на земле лежат корни какие-то непонятные что не сразу ориентируясь где вот старые знакомые такие вот рисунки так он на месте интересно ммм да или нет в другом месте был а у меня есть ресурсы вот я тоже немного собрал держи только я не знаю как сделать лежак не волнуйся я сам отнесу Николь и мы окажем Амелии первую помощь так ну Николь по-любому здесь же она ж никуда не могла уйти а Николь я собираюсь сделать лежак для Амелии это будет кстати я подготовила перевязки нужно будет перевязать ее на ровном месте нужно собрать из этого лежак хорошо лежак это не лесопилка быстрее строится лежак готов отлично давай теперь окажем ей первую помощь уже скоро последняя будет да так долго оказывают а где ты успела научиться медицине а мой отец считал что чем больше ты умеешь жизни тем лучше для тебя а спасибо что помог Том я продолжу смотреть за ней а но это была первая помощь а нам нужны более серьезные медикаменты ты права я спрошу у своего нового знакомого Брадена есть ли здесь люди или больница так он стоял вроде бы возле озера этого внутреннего ну или не озеро какое-то болото в общем а Браден живут ли на этом острове другие люди есть ли здесь больница больницы точно нет а люди живут они далеко отсюда и я их давно не видел а медикаменты у тебя есть моя подруга Амелия тяжело ранена медикаментов у меня нет а когда голова болит я к ней что-нибудь холодное прикладываю молоток или рельс это очень плохо а что у тебя нет медикаментов а ну где же тогда их взять а осененно точно на нашем корабле есть аптечка и улов как раз собирался на корабль нужно найти его и сказать чтобы захватил аптечку возле гамака не понял не вижу я его возле какого гамака там где он построил вот этот шалаш свой может там реально нет вот так так вот смотрю и не вижу ничего возле гамака А-а-а, к югу от входа в бункер. Тю. Наш здоровяк неплохо обустроился в этом гамаке. Но здесь Улафа нет. А скорее всего он уже уплыл на корабль на своем плоту. Нужно это проверить. Попрошу у Джона бинокль. Так. А-а-а, я познакомился с Брэн... с Браденом. А, Том, ты не представляешь, этот человек знал Лангста. Джон, мне нужен твой бинокль. Да, конечно, бери. А теперь нужно пойти на место, с которого хорошо видно, и посмотреть на корабле Ли Улаф. А пойду на юго-западный пляж, к хижине Амелии. Пойди сюда. Стоп. Ну да. А, посмотрю в бинокль. Кажется, на корабле никого нет. По крайней мере, плота Улафа я не вижу. А зато я вижу какие-то коробки на палубе. Там точно лежит аптечка. Я должен добраться до нее. Но как попасть на корабль? А строить новый плот слишком долго. А медикаменты нужны срочно. А спрошу у Брадена, вдруг ли он сможет помочь добраться до корабля. Может, у него ковер-самолет есть? У меня уже 60 тысяч жемчужин откуда-то взялось. О, Том, я как раз рассказывала Николь о том, какую взбучку получил от тебя тот каменный монстр. Николь, а как дела у Амелии? А за ней сейчас ухаживает Курука. И кажется, ее зелье немного помогает. А раньше я не верила в знахарство. Но в любом случае, Амелии нужны медикаменты. Я увидел их на корабле. Вот только Улаф с плотом куда-то исчез. А нужно добраться до корабля самостоятельно. А, Браден, знаешь ли ты способ добраться до нашего корабля? Может быть, у тебя есть плот или лодка? Лодка была. Отлично, мы воспользуемся ей. А, приятель, ты забыл, что попасть ко мне домой сейчас будет непросто. Я свалился к тебе со стены. А моя импровизированная дверь открывалась изнутри. Мы что-нибудь сделаем с этим. Я попрошу Мака помочь. Я буду ждать тебя возле входа ко мне домой. Так, а где Мак на берегу там? Мака доберенеси там какой-то... Блин, я не хочу это больше повторять. А, Мак, Браден говорит, что теперь попасть к нему домой непросто. Нам понадобится твоя помощь. Хорошо, идем. Я постараюсь помочь. Ну, по идее, наверх, да? Нет, не сюда. А, он ниже там. А, вот и ты. Том, видишь эту вагонетку? А, это мои импровизированные ворота. Я поставил эту баррикаду, чтобы то каменное чудовище не пожаловало ко мне в гости. Вот только теперь я и сам не могу попасть к себе в гости. Вагонетка выдвигается только изнутри. А, значит, нам нужно придумать, как вытянуть ее с этой стороны. А, и как же мы откатим твою вагонетку, Браден? У меня уже есть план. Мы вытянем вагонетку с помощью лебедки. А у тебя есть лебедка? А, не совсем у меня. Тут недалеко валяется ненужное. Иди на восток к концу рельсов. Там стоит передвижной кран. А на нем есть лебедка. Хорошо, постараюсь найти. А установить лебедку на рельсе не будет большой проблемой. Хорошо. Передвижной кран. Типа нам нужно будет ее толкать сюда. А, а вот и кран. А на нем, как и говорил Браден, лебедка. А ее не так просто снять. Болты заржавели. А что, если попробовать отколоть ее киркой? Нормально. Получилось. Отнесу эту лебедку Маку, и мы установим ее на рельсы. О, обратно надеделся. А вот лебедка Мак. Отлично. Можно начать ее установку. Только, чтобы прочно приделывать ее к рельсам, мне понадобятся некоторые ресурсы. Хорошо, займусь этим. Тогда и я начну работать. Блин. Опять. Да он прикалывается. Я не знаю, откатились ли там дерево и все такое. Дерево не откатилось. А эти лианы там. Где там они были? Я так и не запомнил. Нет пока. Информации ноль. Я потерялся опять. Тут еще какой-то движок вон. Наверное, просто их нет еще. Ладно, подожду пока они откатятся, потом продолжу. Так, но я все-таки подождал, пока все восстановится. И теперь руки в ноги и побежали. Так, деревяшки сразу здесь. О, не понял, как они не восстановились. Эй, вы чего? Сутки прошли, они не восстановились. Вот это прикол. Ну, дело в том, что я знаю, такой прикол, если я нахожусь рядом с тем местом, где вот должен респаун произойти, респаун не происходит. А то есть я сейчас сбегаю туда вот вниз, там все возьму, что мне нужно, вернусь, деревяшка будет восстановлена. А, скорее всего, как-то так. Так, поехали. Вниз почти за орехами. Так, начну. Так, это не нужно. Веревки. Есть. Железяка. Ой, есть. Ну, это тоже пускай будет. Еще одна веревочка. Так, это не нужно. Все, вот веревка. Остальное можно там уже искать сверху, да? Ну, в смысле, выше по карте. Не там, где мы поднимались, а вот здесь. Сверху от того места, где я находился. Так, это есть. Теперь лианы. И вот еще лианы, да, тоже здесь. Так, что ж, я вечно здесь по ним не попаду. Вот видите. Так, есть все лианы. Теперь осталось только деревяшки. Собрать. Главное, чтобы они там отреспаунились, я вам говорю. Иначе, потом придется опять ждать. И видео выйдет не вовремя. Так, три есть. И по идее, если сейчас вернусь, там все будет путем. Так, вот, да, дерево на месте. Да еще и на нужном месте. И кабанчик на ненужном месте. Так, все, отдаем. А спасибо, Том, продолжу работать. После этого останется только подвезти к ней электричество. А как мы это сделаем? Этим уже занимается Браден. Пойду проверю, как у него дела. Ну и хорошо, где он есть? А здесь рядом совсем, да? Прикольно. А им такое ощущение, что все по барабану, вот эти вот растения. Лебедка была на электричественном приводе. А сейчас мы от этого трансформатора проложим провода. И все заработает. Вот только для проводов мне кое-чего не хватило. Можешь помочь? Ай, блин, это проволока, которую я только что собрал. Каучука, 9, железяка. Глины, 12. Ой-ой-ой, столько много всего. Так, ну, в крайнем случае, я проволоку даже куплю. Она, по-моему, покупается за изумрудики. Чей, за этот, за жемчуг. По-моему, да? Или лучше сходить проверить. Ладно. Была, не была. Возьму задание, а сразу побегу, возьму проволоку, найду. А потом, если что, все остальное. Если нет, провалю. Ну, что ж. Возьму еще раз проволока, восстанавливается довольно-таки быстро. Если она за изумруды, то я ее покупать не стану. Вот сейчас я сразу первым делом... Вот, видите, даже уже... Это жестянка. О, вот, видите, проволока есть уже. Отлично. Так, только я не уверен насчет брезента. А я же брезент не брал. Брезент мне не нужен был. Вот он. А один, по-моему, там вверху, да, брезент? Так, нужно теперь по времени рассчитать. Нужна глина, глина, глина. Глину, я такое ощущение, что уже одну пропустил. Нет, одна сверху там. Все нормально. Каучук, я тоже знаю, где весь. Два дерева вот здесь. Снизу и одно сверху, я там помню. Где оно? Родэнергии уже маловато. О, так, у меня есть дары моря. Рыбу я так еще не наловил. Не до нее было. Так, надеюсь, я, значит, глина не ошибся. И обратно бежать не придется. Да, вот глина тут. Уже более-менее все запомнил. И вот брезент. Все, осталось только сверху. Каучук и глина. Они здесь недалеко. Я знаю где, поэтому все хорошо. Так, вот. Глина. И здесь же рядом каучук. Может мне потом выдадут какую-то униформу, чтобы энергию не терять на этих зарослях. Все, видите, я все собрал. Без проблем особых. А сейчас мы поведем к лебедке провода. Вот и готово. Только я провода почему-то не вижу. А ты неплохо разбираешься в технике и электричестве. А когда-то я был инженером. И часть этих трансформаторов установил сам. А что случилось потом? А потом, да много чего случилось. Всего и не упомнишь. Прицепляйте с маком трос к моей вагонетке. А я включу трансформатор. Так. Как это будет выглядеть? А, я уже прицепил к вагонетке трос. Отлично. Включаю мотор. Ну, в общем, нам не показывает сам процесс, да? Было бы прикольно, если показывали. Но это слишком было бы тяжело, наверное, разработчикам делать. Замечательно. Путь открыт. Это парадный вход ко мне. Вон же старое паровозное депо. Проходите, чувствуйте себя как дома. Вот и хорошо. Пройдите в жилище. Здесь тоже эти всякие лианы. Оно. Куда мне нужно пройти? А рептилию он так и думал, что она там нужна. Так. Производство жердей уже скоро будет еще в уровень. Здесь вот глина еще одна запоминаем. Ой, змея, блин. Я ее не заметил. И ползет, смотрите, за мной. Страшно. А, ох, ну и дела. Браден, что это? А, а, это, это мой дружок Дэнни. Он уже давно здесь живет. Почти как я. А снова подрос и проголодался прошивец. А ты можешь срубить его топором. Все равно он потом снова отрастет. Топором, говоришь? Что ж, попробую. Теперь вы можете рубить хищное растение. Обалдеть. Фух, нелегко бороться с этой хищной растительностью. А как хорошо, что я все-таки ее одолел. Ого. Прикольно. А, если правильно следовать инструкциям древних, то странные и замечательные свойства этого кристалла можно использовать в своих целях. Все помнят, что это со второй части острова, да? Этот исследователь. А, нам нужно проявить крайнюю осторожность. А чтобы не совершить ошибку, нам следует больше узнать о той культуре, которая оставила нам инструкции. А моим следующим шагом будет визит на остров, который описан в древних текстах, как остров-святилище. Я верю, что ключ к разгадке находится там. Что это было? А, что, видел что-то необычное? А, не переживай. Мне тоже возле этой хижины иногда нехорошо делается. Странное место. А вы с Маком отправляетесь к лодке и посмотрите, в каком она состоянии. А сомневаюсь, что на ней прямо сразу можно пуститься в плавание. А я пойду за бензином для лодки. А если что, ищите меня вон там. Я живу в здании к северу отсюда. Зайдите на ступеньки и найдешь. Здесь лианы еще вот тоже вижу, да? Изучить нужно, что еще здесь интересного. Бананы всякие там. Куропатки. О, следопыты. Открыли 25% карты. А, кстати, на предыдущем острове, вот там родном, большом, с которым мы плыли. Я так 100% карты не открыл. Было вот... 99 у меня или 98, что-то такое. А вот и лодка. Хе-хе-хе. Братан был прав. Ее нужно отремонтировать, прежде чем спускать на воду. А для ремонта понадобится древесина и другие материалы. Капец. Опять вот каучук. Я не уверен, что он восстановился. Уже 9 деревьев нужно этих брусьев. Ух, как много всего. Ладно, я пока схожу, узнаю, восстановилось это все или нет. Заодно еще изучу. Вот еще одно дерево здесь, да? О, виноградок куча. Так, вон то растение еще. Так, производство жердей. Ага, вот эти вот... Тунговое масло, которое делать не могу. Железядки там тоже эти, то есть... Нереально много, в общем. Всего. Ой, блин, я забыл. Так. Что эти кусучие здесь находятся. А так вот, где живет Браден? Больше похоже не на дом, а на мастерскую, в которой кто-то временно решил пожить. Хотя я и сам в юности ночевал в гараже. А где стоял мой байк? Сколько всего интересного, да? Колючка, окей, вижу. А где он сам? Что, он вниз пошел, в подвал? Странно, я его не вижу. А, зато вот мы остров полностью исследовали, видите? Так, а где же он делся? Куда он мог свинтить? Так, дерево я нашел. Так. Теперь нужно глянуть, как там дела снизу обстоят. Так, стоп, мне это ж... А-а-а, да, на время нужно. Я уже подумал, раз это мое задание, значит не на время. Ну да, дерево не восстановилось, придется ждать. Так что я немного подожду, потом продолжу запись. Итак, я подождал восстановление всех ресурсов и могу принимать задание. Времени очень мало, поэтому мне нужно деревьев в 6 штук срубить, там найти еще кучу всего. То есть время под расчет. На старт, внимание, марш, побежали. Теперь главное ничего не пропустить, чтобы по два раза не бегать. На это времени нет. Абсолютно. Так, это все не нужно. Нужны жерди. Колоды вот эти вот. Не буду брать проволоку. А то мало ли потом опять придется из-за нее мучаться. Так, вот колода последняя. Ну и жерди тоже сверху последняя. А вот с остальным пока дела не важно. Так, раз, два, три. Ну, каучук, где я уже, думаю, все выучили. Я буквально пару минут назад его 9 штук тоже рубил. Вообще, вот задания пошли такие противные. В каждом задании куча ресурсов собирать. И потом ждать. И времени дают именно вот, ну, вообще под расчет. То есть, если раньше давали там на такое задание 10-15 минут, то сейчас вот раз-два и обчелся. Бегаешь теперь тут как пчелка по карте. Так, бегу за каучуком. Раз, два, три. Все, каучук есть. О, уже и здесь выросло, вы видите. Они пошли выращивать. Ну, везде, везде, везде вообще. Он на всех поворотах, на всех. В перекрестках. Ой. Так, осталось всего... Опять здесь, смотрите, ничего себе. А интересно, если я их убью там за это... А, так с них лианы дают? Тьфу. А я в прошлый раз не взял. Я не заметил в этой всей зеленой траве. Так, ну все, последняя деревяшка. Грубо говоря, за половину времени я вложился. Было пять минут, осталось две с половиной. А я собрал то, что нужно для починки лодки. Теперь нужно идти к лодке и починить ее. Ага. У меня есть еда, поэтому я и буду есть. И так далее. В общем... А, сейчас починим лодку. Третий раз повтори. Что я не понял с двух предыдущих. Правда, на это мне нужно много еды. Еду все-таки нужно добывать уже. А то старые запасы скоро закончатся. Вот, другое дело. По бокам видно там вот эти рейки прибиты, да, новые. А, лодка готова. Но остался сломанный подъемник, который спускал лодку в море. Понятно. Размечтался. А взять руками втроем там три взрослых мужика и стянуть не получается, да? А я займусь подъемником. У него поломаны колеса. А для починки нужно много всего. Жесть, каучук, фурнитура. Фурнитура? А где ее взять? А к востоку отсюда есть куча всякого хлама. Поищи там. А я пока осмотрю подъемник поближе и начну его чинить. Хорошо. Попытаюсь найти фурнитуру. Идите к свалке южнее выхода. Типа здесь. А еще один бункер? А чем дальше, тем больше на этом острове загадочных мест, созданных людьми не так давно. О, изумрудик. За что? За то, что я бункер нашел? А вот свалка, да? А вот и фурнитура. То, о чем говорил маг. А, соберите нужные предметы. Опять за пять минут. О, каучук теперь уже не нужно, да? Проволоки две. А где еще проволока? Я проволоки не видел. И опять доски эти, которые не восстановились еще, да? Похоже, придется опять ждать. Как раз пока побегаю и узнаю, где еще проволока. Есть. Так, давай нам задание. Все, у меня уже готово почти. Я вычислил главное, где вот еще одна вот эта вот проволока лежит. Сначала бревнышки, а проволока лежит вот здесь. В таком месте интересно. Тяжело ее тут даже заметить. Видите, она такая вот сливается, серая, темная. Но не для меня. И на все дается пять минут. Хоть там десять деталей собрать, хоть пятьдесят деталей. О, а здесь две. Фурнитуры. Возьму-ка две. Они дорогие, по-моему, да? А могу я мимо пройти? Нет, не могу. Только нужно с ним рубиться. Ну, Лиану, кстати, дал, да? Так, стоп, а Лиана же там еще где-то. Ладно, на обратном пути потом. Я забыл, что Лиана еще нужна. Так. Кабан, я, наверное, тебя застрелю, нет? Тебе повезло, что ты просто отошел. Понял, наверное, что лучше в сторонку отойти. Так, 3.45. Мне еще внизу там везде бегать. Так, ну здесь я могу обойти их всех. Уйти растения боком. Так, что ж такое. Чтоб не тратить лишнюю энергию. Так, 3 веревки. Потом на обратном пути Лианы и бревна. И проволока вторая. Так, веревка раз есть. Ладно, потом продам эту запчасть. Посмотрю, сколько она стоит. Купить-то понятно, что за изумруды. А вот... Стоп, я веревку где-то пропустил. Блин. Ладно, не буду искать ее, это долго. Как раз вот продам запчасть. А, всего лишь 100 монет. Так, не густо, скажем так. Я хотел еще продать. Ладно, не важно. Куплю веревку. А, проволоку покупать тоже можно, видите. Да, получается... Желко, что не все. Многое за изумруды. Так, Лианы. Что ж такое? О, попал сюда сразу. А, кстати, я ж могу сейчас два растения срубить, да? И не бегать, не искать Лианы. С них же выпадают Лианы. Вот, классно. Ну, только не здесь, а наверху. На то время так уже поджимает немного. Еще не совсем, но так уже чувствуется. Так, поэтому, наверное, я все-таки сейчас с растениями повоюю. А, кстати, нужно бы еще и подкрепиться, а то навоюю сейчас. Вот одно растение, вот второе. Все, вот Лиана. Бежим побыстрее к Маку. А вот фурнитура, Мак. А, спасибо. Теперь я могу закончить починку. Подъемник готов. Осталось дождаться Братлена с бензином. А пока нужно с Джоном поговорить, да? О, он уже здесь. Шустрый, малый. А, он там внизу. Странно, я думал там вверху. А, еще один камень. Я, кстати, его не активировал, надо же. А, Том, вот ты где. Интересное здесь место. Ты не находишь? А ты уже заметил этот путевой камень? Точно, да еще и с изображением паровоза. Два острова, этот и тот, на котором мы были раньше, связаны одинаковой культурой. Это так интересно. А ведь ты на том, этом камне, можешь осуществить ту магию, а что показывал раньше. А посыпать на него порошка, сейчас попробую. Это ведь потрясающе, Том. Это просто фантастика. Да, наверное, ты прав, Джон. А ты зачем-то искал меня? А, Николь послала сказать, что Амелии снова хуже. Поторопись с медикаментами. Мы уже почти готовы. А, кстати, где наш новый друг Браден? А, его и правда долго нет. Он отправился за бензином к себе домой. Пойду проведаю его. Дом тут же рядом, да? Или куда? Ну, пойди, да. Эй, кто-нибудь! Понятно. Братен, ты где? Я в подвале. Моя старая лестница развалилась, я не могу выбраться. А подожди, сейчас я по-быстрому сделаю тебе лестницу из лиан. А нужно собрать материалы для лестницы. Капец. Наша песня хороша, начиная сначала. Ладно, опять придется подождать немного. Еще ж и на время. Проволока еще даже не откатилась. Так. Где-то здесь подожду. В укронном местечке. Так, ну что ж, беру еще одно задание. Так, на старт, внимание, понеслась. Я вообще это все мог снизу взять, ну, на пляже, чтобы не тратить время. Но вот проволока вторая была здесь. Ну, уже и лиану здесь туда, так и быть. Ну, давай, руби, блин, да что ж у меня с ними? Так не получается в последнее время попадать по ним. На старом острове без проблем. Получалось. А вот здесь. Еще, кстати, одна лиана. Так, лучше обойду. Хотя можно и сильно прям обходить. Тут, как всегда, у меня сопровождение. Кабанчик со свитой. Так, шесть каучука. Вот, два дерева здесь как раз. Раз, два, три. Срублю еще один каучук. А потом на обратном пути побегу уже по пляжу. Там веревки соберу. Жестянку, проволоку. Вот вы говорите почаще записывать эту игру, чтобы дойти до конца. Ну, так вот получается куча вот этих вот заданий на время, когда восстанавливаются ресурсы. Вот я записал, потом жду. Я же не могу там целый день на это тратить, кажется. Вот там зашел вечером, записал часть. Потом зашел на следующий день еще раз записал часть. И так оно получается, что вот... Почти неделя на обзор уходит. Не, ну если, конечно... Пойти на принцип, то можно хоть каждый день обзоры делать. Но это ж мне... Другими делами, а не заниматься. Только этим островом. Поэтому вот пока записываю так, как получается. Вот веревка. А, у меня есть лианы. Как хорошо, что я уже умею плести лиановые лестницы. Теперь осталось вернуться к Брадену и помочь ему выбраться. Так. Так. Найти Брадена в его доме. Может... Ой, куда я побежал? Давай, езжай. Если вдруг мы когда-нибудь переберемся на соседний остров, тогда уже точно, наверное, придется использовать телепорты. Но пока здесь как бы все довольно-таки близко. Лишний раз заморачиваться не хочется с ними. Можно срезать немного. Так. Эй, Браден, я принес веревочную лестницу. И вот там не сел никто еще. Ого, хорошее. Том, ты просто спас меня. Нужно закрыть этот подвал крышкой, чтобы кто-нибудь в него случайно не упал. Окей. Я думал, сейчас скажет, что нужно собрать ресурсы на крышку, чтобы сделать... Спасибо, Том. Так будет безопаснее. Бери эту канистру бензина и можете отправляться. Отнесу бензин Маку. Вот и хорошо. Мако Бенеси. Не, ну это не так просто. Там не Мако Бенеси, а как-то по-другому. А, я принес бензин. А теперь нам есть чем заправить лодку. Весла взяли и поплыли, уже давно всплавали. А я уже спустил лодку на воду. Можно ехать. Можно плыть. Ух ты. Улов. Так ты был на корабле? Я поплыл на корабль на своем плоте и взял с собой корка. Полез в трюм. А корк этот лоботряс. Когда я вылез на палубу, здесь не было ни плота, ни корка. Хорошо, что вы приплыли за мной. А мы не за тобой. Амелия ранена и ей нужны медикаменты. Ох, какие плохие новости. А я уже нашел здесь аптечку. Как знал, что она пригодится. А давайте вернемся на пляж. Нужно отнести эти медикаменты Николь. Иди к ней быстрее, а я отвезу лодку обратно Брадену. Ну и оставили бы здесь, нам бы нужнее было. Так. А вот медикаменты Николь. А, спасибо, эти лекарства очень кстати. А я сделаю все, что смогу. А тебе нужна помощь? А нет, спасибо, Том. Я справлюсь сама. Но ты мог бы... Хорошо, займусь своими делами. А плохо, что корк пропал. А в его теперешнем состоянии это может плохо для него кончиться. Нужно поговорить об этом с Курукой. А те Курука... Ага, на берегу. Может она уже с ним там? Нет. А, ну как ты мог его потерять? Я был в трюме. А, Том, скажи ей, чтобы не тыкал в меня луком. А, Курука, Улов сейчас... Улов, сейчас не время ругаться. Напряженно смотрит на Улафа. А знаете, я и сам перепугался, когда корк пропал. Думал, хватится ли меня. А я ведь много полезных вещей взял. Даже куклу для девочки. Том, отнеси ей, пожалуйста. А хорошо, пойду проведаю Софию. Классно. Девочка сейчас еще чем-нибудь нагрузит. А, привет, София. Я... А, у меня для тебя есть подарок от дяди Улафа. Улаф спас корабля сэра Тряпочника. Сэр Том, вы как маленький. Лучше бы кто-нибудь спас не сэра Тряпочкина, а мою маму. София, мы пытаемся сделать так, чтобы твоя мама поправилась. А Николь делает все, что может. А я бы хотела помогать тете Николь, но не знаю как. А я тоже не очень разбираюсь в медицине, но здесь на острове просто необходимо знать, что делать, если что-нибудь случится. А никто не должен растеряться в такой ситуации, даже маленькая девочка. А знаешь, София, а давай попросим Мака, чтобы он дал тебе пару уроков первой помощи. А мне кажется, он разбирается в таких вещах. Хорошо, мистер Том, я готова учиться. Тогда я схожу и позову его. Так, ну что, друзья, наверное, все-таки на сегодня наш обзор считается завершенным. Сколько там, не знаю, он сейчас, наверное, длится. Надеюсь, вам понравился. Сюжет интересный. Ну, просто как-то его растягивает слишком медлительный кольцо. А так все хорошо. В любом случае, скоро продолжение. Поэтому, если вам нравится, пальчик вверх. И оставайтесь с нами. Пока-пока.